Всем привет! Хоть лето уже и кончилось и дни уже меньше, а погода прохладнее, это совсем не повод сидеть дома и не выходить на природу, ведь природа великолепна в любое время года, и чтобы вам было комфортно и безопасно выходить в небольшие походы, неважно, на велике либо пешком, я собрал для вас 15 полезных и классных товаров для кемпинга, туризма и даже выживания недалеко от городов, так что смотрите до конца и вооружайтесь этими полезными девайсами, и в конце по традиции будет конкурс с денежным призом, приятного просмотра! Первым устройством будет у нас спиртовая горелка, она сделана из нержавеющей стали и имеет небольшой размер, в собранном состоянии 6,5 на 7 сантиметров, объем емкости 1000 миллилитров, для лучшей устойчивости горелка оборудована с холодными ножками, они разворачиваются в обратную сторону от горелки, увеличивая площадь опоры, а в верхней части подставка для посуды большого диаметра, в верхней части по периметру есть отверстия для смешивания паров спирта и кислорода, через которые в итоге пробиваются языки пламени, то есть в начале происходит разогревание топливной смеси внутри горелки, после того как интенсивность испарения топлива достигает максимума, пары топлива, выходящие через эти сопла горелки, самовоспламеняются, ну и конечно есть крышка с помощью которой можно потушить огонь. Горно-геологический компас Данный компас необходим не только для простого ориентирования на местности, это горно-геологический компас, он приспособлен для визирования и для распознавания выхода на поверхность элементов залегающих горных пластов и для определения возможных превышений. Время успокоения стрелки компаса составляет всего лишь 15 секунд и для работы с ним не требуется продолжительная остановка, этот компас имеет круговую шкалу с диапазоном от 0 до 360 градусов, с ценой одного деления 1 градус. Точность определения данных сделанных при помощи этого прибора довольно высока, в приборе предусмотрена возможность установки магнита с отклонением до 180 градусов, корпус прибора изготовлен из высокопрочного алюминия. Чай это один из древнейших напитков во всем мире и издавна китайский чай считался одним из лучших, вкуснейших и качественных. Он мог как бодрить, так и успокаивать человека. Найти вкусный и качественный чай не всегда просто, но есть ребята, которые занимаются хорошим чаем не один год и доставят его в любой уголок вашей страны, будь то Россия, Украина, Беларусь и другие ближние страны. Это ребята из мой чайру. У них очень много разновидностей различного чая по различным ценам с отзывами о каждом чае и описанием его истории и как правильно его заваривать. Я уже заказывал несколько сортов чая у ребят и пью их с очень большим удовольствием уже несколько месяцев. У нас такого чая в обычном магазине просто не купить. Пуэр, улун, зеленый чай, красный, черный, белый, желтый, жасминовый, матэ и очень много еще других чаев по хорошим ценам. А также у них есть различная качественная посуда для заваривания и распития чая. Все, что душа желает. Мой чайру лично рекомендую. Перейдите и посмотрите на большой выбор чаев. Складной фонарь. Его можно использовать как ручной. В нижней части есть линза, через которую свет собирается в яркий луч. Он имеет небольшой размер 50 по высоте и 85 в диаметре. А если необходимо осветить большую область, нужно перевернуть верхнюю крышку и фонарь вытянется в высоту за счет металлической пружины. Таким образом он трансформируется в настольный фонарь, освещая 360 градусов вокруг себя. Также его можно переносить или подвесить за ручку на верхней крышке. Работает он от трех пальчиковых батареек и имеет три режима свечения. Медицинский жгут. При каком-либо чрезвычайном происшествии или в случае ранения нужно обязательно остановить кровь. Это конечно можно сделать и подручными вещами, но лучше если будет специально обученный для этого жгут. Он состоит из прочного ремня и пряжки, с помощью которой нужно будет затянуть ремень. После этого пряжка крепится фиксатором. И еще в нем есть пластиковый рычаг, который нужно крутить до полного остановления кровотечения. Рычаг после этого тоже фиксируется. На белой ткани, на которой написано тайм, нужно написать время наложения жгута. Такую вещь желательно иметь в аптечке на всякий случай, тем более если вы путешествуете вдали от цивилизации. Но лучше конечно, чтобы он ни разу не пригождался. Спиртовая мини горелка. Особенность этой модели в ее размере, так как в походе очень важно не брать лишний вес. А эта горелка 4,5 на 3 сантиметра, очень компактная и заправляется спиртом. Кстати ее объем 10 миллилитров. Закрывается она крышкой, в которую должен быть встален фитиль и поджигается. Вот и все. С ней можно кипятить воду и приготовить покушать. Выполнена эта горелочка из алюминиевого сплава и с силиконовым уплотнителем на крышке. Гермомешок. В путешествии всегда есть опасность, что сумки или рюкзаки случайно упадут в одну из горных речушек. Что тогда делать с промокшими вещами, документами, телефонами, ключами и другими ценностями? Как сохранить от ненужной влаги ценные вещи, документы, деньги или карты маршрута? Если вам требуется надежный защитник вашего снаряжения от влаги, легкий и удобный, то вот такой гермомешок это именно то, что вам нужно. Изготовлен из сверхпрочного полиамидного материала, который не боится не только влаги, но и различных механических повреждений, царапин, проколов и трения. Будет уместен в любом виде активного отдыха, альпинизм, пеший, горный туризм, спелеология, водные виды спорта. Этот мешок позволит сохранить вещи туриста сухими в любой ситуации. Находясь в нем, они всегда будут в безопасности. Гермомешок водонепроницаемый, защитой от воды, песка и пыли. С таким мешком вы никогда не будете беспокоиться о том, что вещи могут упасть в воду и промокнуть. Краска для цветного огня. Это уникальный новый продукт, который подходит для любого твердого топлива и принесет вам незабываемое удовольствие созерцания разноцветных языков пламени. Всем, кто любит огонь в помещении и снаружи, будь то костер в саду или огонь камина, обязательно понравится пылающая радуга. Превратите любой огонь в яркое шоу. Синие, зеленые, фиолетовые и красные огоньки. Порадуйте свою семью, впечатлите ваших друзей. Просто бросьте пластинку огненной радуги в огонь и наблюдайте за трансформацией. Каждая пластинка будет обеспечивать более получаса ярких развлечений. Маскировочный камуфляжный костюм. Куртка, кепка, перчатки и шар. Маскировочный плащ с иссетчатой подкладкой, изготовленной на синтетической основе из ткани полиэстера, с маскировочным покрытием из джутовой нити, с прорезями под карманы и фиксирующейся веревкой для подгона по размеру. Охотники и любители дикой природы, предпочитающие оставаться незамеченными, могут спокойно приобрести такой костюм, заказав прямо из дома, даже не выходя в магазин. С давних времен для пошивозащитных маскировочных костюмов использовали самые разнообразные материалы, начиная от лоскутков ткани и заканчивая обычной травой. В наше время, когда технологии идут в ногу со временем, костюмы для маскировки имеют достаточно качественный и прочный пошив. Они изготавливаются самыми новаторскими способами, что делает их не только долговечными, но и практичными. В образе этого специфического костюма его создатели сумели объединить все необходимое для комфорта человека. Необычный тактический пауэрбанк. Все мы знаем полезные свойства пауэрбанка, особенно где-то на природе. Фишкой этого зарядного является сразу несколько особенностей. Это его вид, он напоминает рожок от автомата, что мне очень нравится и очень круто смотрится. И это то, что пауэрбанк заряжает от аккумуляторов 18650 в количестве трех штук. Как по мне, это очень удобно. Вы в любой момент сможете сменить разрядившиеся аккумуляторы 18650 на новые и дальше заряжать свои устройства. Корпус банка состоит из пластика и имеет один порт для зарядки USB. После разрядки банка вы можете подсоединить к нему кабель и зарядить севшие аккумуляторы, что также удобно. В общем, прикольный и очень необычный пауэрбанк. Охотникам, думаю, должен понравиться. Печка с тепловым генератором. Это современный туристический гаджет, который представляет из себя печь-зарядку, способную быстро приготовить пищу и одновременно подзарядить ваш мобильный телефон или любое другое устройство. Печь идеально подходит для пеших походов, рыбалок, кемпинга в местах, где нет доступа к электросети. Печка работает на обыкновенной древесине, ветках, шишках, хворосте, коре и других горючих материалах. Компактный размер и легкий вес позволят вам брать это полезное устройство везде и всегда. Продуманная конструкция походной печи позволит быстро разжечь пламя, что в свою очередь может быстро вскипятить воду или приготовить обед. Охотничья рогатка с дробью, стрелами и лазерным прицелом. Предназначена для спортивной и развлекательной стрельбы. Выполнена из высококачественных материалов, обладает улучшенной конструкцией и позволит насладиться стрельбой в полной мере. Эргономичная рукоятка, дополненная кистевым упором, позволяет удерживать рогатку более устойчиво и тем самым стрелять более прицельно. Также на нее можно установить боковой прицел. Встроенный в рукоять магазин с механизмом выброса шариков позволяет вести быструю и комфортную стрельбу. Благодаря упругой резинке, выполненной из каучука, шарик, выпущенный из такой рогатки, способен поразить цель на расстоянии до 100 метров. Небольшой вес и складывающаяся конструкция позволяет удобно транспортировать рогатку в сумке, рюкзаке или даже на ремне. Острога рыболовная или же гарпун с пятью вилками с заостренными наконечниками-крючками. Прекрасно подходит для загарпунивания щуки, так как гарпун предназначен для улова весом до 25 килограмм. Прочные металлические вилки удержат улов, а удобная телескопическая складная ручка поможет подхватить рыбу и вытащить ее на берег. Острие Остроги имеет многолетнюю заточку, которая не боится попадания в камни или расщелины. Острога легкая, маневренная и удобная для загарпунивания рыбы. Имеет фиксацию на различной длине рукоятки. Гарпун удобно использовать как с берега, так и с лодки. Складной надувной светильник для кемпинга. Данный гаджет представляет собою яркий диодный светильник на солнечной батарее. Выглядит девайс как полиэтиленовый пакет, внутри которого положили какое-то хитрое устройство с диодными трубочками по бокам. По большому счету так оно и есть. Тонкий аккумулятор, блок солнечных батарей и диоды. Само устройство упаковано в защитную пленку, которой не страшны ни вода, ни пыль. Пакет же вокруг них является что-то вроде абажура на люстре или отражателя настольной лампы, а также выполняет функцию спасательного круга для нашего гаджета, если тот решит поплавать. И как всякий спасательный круг, его нужно надуть. Чтобы гаджет заработал, его следует сначала подзарядить. Вы можете делать это прямо на ходу, повесив его на рюкзак или прицепив к полям шляпы. Главное, чтобы на него попадал солнечный свет. Заряжать батарею следует около 4 часов, что позволит гаджету светить следующие 6-10 часов, в зависимости от выбранного режима яркости. Туристический гамак с защитой от насекомых позволит вам отлично отдохнуть и восстановить силы после тяжелого трудового дня. Такой подвесной гамак наверняка пригодится вам на даче, в походе или на рыбалке. Москитная сетка прошита вдоль гамака с одной стороны, а с другой закрывается на молнию. Благодаря москитной сетке вы будете защищены от ветра и мелкой пыли. Сбоку туристического гамака имеется удобный кармашек, в который вы можете положить телефон, бутылку с водой или другие мелочи. Гамак изготовлен из прочного нейлона, крепится между деревьями при помощи специальных ручков и выдерживает вес до 200 килограмм. И это еще не все. Туристический гамак с москитной сеткой может вместить не только одного человека, а сразу двоих. Надувной диван, шезлонг, лежак, гамак. Еще его называют биван. Как ни зови, отдых от этого будет еще комфортней. Такой диван идеальный вариант для отдыха на песчаном берегу моря, озера и речки. Полотенца или покрывало могут создавать дискомфорт. За аренду лежака на пляже нужно платить, в то время как биван решит все эти проблемы за несколько секунд и позволит вам полноценно расслабиться. Он многофункционален, прост в использовании, практичен, надежен и внешне привлекателен. Такой шезлонг станет незаменимым предметом в походах или на природе. Сложенный диван в чехол, его можно переносить в руках, на плече, в сумке, в пакете, перевозить в багажнике машины. Он не занимает много места и в любой момент будет готов к использованию, чтобы при необходимости в течение нескольких секунд превратиться в комфортное спальное место или скамейку. Крайне удобен и занимает мало места. Ну вот и все, сейчас будет конкурс, но перед ним скажу вам новость. Я запустил второй канал с самоделками, там очень интересно. Я стараюсь удивлять и веселить вас. На канале есть уже 5 видео. Вчера, кстати, вышел новый ролик. Если вы любите самоделки и различные реставрации старых вещей, то подписывайтесь и смотрите. Я буду вам очень благодарен. А приз на сегодня у нас 300 рублей. Условия конкурса простые. Нужно быть подписанным на этот канал, поставить лайк и написать в комментариях, какой подарок вы бы хотели себе на день рождения. И обязательно делитесь этим роликом с друзьями. Пусть они найдут ваш комментарий и может подготовят для вас подарок на день рождения, тот, который вы напишите. Интересно ведь, правда? Спасибо вам за просмотр. Переходите на мой второй канал, там и увидимся.